Приветствую, друзья, всем, где бы кто ни находился, кто испытывает страхи, кто испытывает паники, тревожные состояния, не знает, как быть в следующий момент, где бы кто ни находился, в какое бы это время ни было. А я сейчас обращаюсь к своей знакомой, которая живет совершенно в другой стране, и там у них такие проблемные ситуации, и свет выключают, и громыхают, и все там, что происходит, и вот послушайте меня. Я обращаюсь к ней и обращаюсь ко всему вам, потому что у нее постоянно страхи. У нее что не случится, так страх, что не случится, так страх, то сердечком страх, то, что он нарушенный страх, то еще что-то упадет за окном, опять страх, вот вы представляете себе. И каждый раз она мне звонит. Да-да, привет. Обращаюсь к тебе, как переводить энергию страха для достижения своих мечтаний. Потому что страх – это мощнейшая сила. Мощнейшая сила, но она тебя разрушает, потому что это такой пик напряжения, на кончике которого, когда ты думаешь, что с тебя будет плохо через минуту, или что-то случится еще худшее, то ты эту энергию переводишь на именно ожидание негативного исхода ситуации, как психологическую установку. Вот у тебя страх – это большое напряжение, и на кончик этого напряжения ты же думаешь, что сейчас будет еще хуже, сейчас что-то там упадет, разорвется, сердце восстановится. Ты когда так думаешь, ты эту энергию, мощнейшую энергию, мощнейшую энергию переводишь на саморазрушение. А ты вместо этого переведи это на решение нерешаемых тобой вопросов, которые тебя всегда волнуют. Бытовые вопросы, вопросы денег, вопросы мечтаний твоих, которые ты хочешь, чтобы быстрее осуществились. Переведи туда эту энергию, и она начнет, эта энергия, помогать тебе быстрее решать твои вопросы. Ты просто об этом не знаешь, об этом мало, кто знает. Это скоро у меня новая книга выйдет. Катапультируйся из состояния страха, переведи эту энергию на решение своих нерешаемых задач. Я же говорил уже несколько раз, что мать, спасая ребенка, в таком диком стрессе подняла вагонетку, которую потом пять мужиков не могли поставить на место. Потому что это стресс, это напряжение, это мобилизация. Она может чудеса создавать, чудеса творить. А другой перепрыгнул в высочайный забор, потому что за ним побежала злая собака. Почему он мог перепрыгнуть? А в обычном состоянии стоял бы перед забором и думал, могу, не могу, и не перепрыгнул бы. Потому что сомневался в себе. У него был жуткий стресс. Он испугался этой собаки и перепрыгнул в высочайный забор. Во, как стресс может влиять. Это мобилизация энергии, когда все ресурсы организма в одном кулаке. Все зависит от того, куда его направить. Или перепрыгнуть в забор, или оцепенеть. А теперь слушай внимательно. Дело в том, что у человека есть инстинкт самосохранения. Бей, беги, оцепеней. У него есть еще инстинкт продолжения рода. На самом деле инстинкт продолжения рода – это, по существу, продолжение инстинкта самосохранения. Но у него еще есть инстинкт общечеловеческих ценностей. Потому что человек живет среди людей. Это социальное существо. У него есть такой инстинкт. И это развитие. И поэтому общечеловеческие ценности, когда ты находишься в страхе, когда ты готов оцепенеть, застыть, анимеете, и ты невольно, невольно. И когда думаешь о негативном исходе ситуации, если ты вспомнишь свою мечту, если ты вспомнишь общечеловеческие ценности, это очень важный момент. Обрати внимание. Соедини инстинкт самосохранения, когда тебе страшно, с моментом твоей мечты. Да, вспомни мечту. Я сейчас подскажу, как это делать технически. И вспомни общечеловеческие ценности. Это три в одном. Это секрет, потрясающий секрет саморегуляции мозга. Итак, общечеловеческие ценности – это любовь, это сопереживание, это счастье быть собой. Высшее счастье – это быть собой, когда и вместе, когда мы все думаем об одном и том же и хотим достичь каких-то целей и мечтаний, образ будущего. И ещё чувство бесценности живого. Чувство бесценности живого. И сопереживание – это бесконечные, вечные ценности, которые во все века спасали человечество. И если ты соединишь момент, когда, например, ты в метро едешь и вагон остановился, к примеру, или в самолёте летишь, и турбуленция началась, и вдруг ты вспоминаешь свою мечту, вспоминаешь общечеловеческие ценности, так, 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 и в этот момент ты добавляешь туда приёмы ключа, вспоминаешь, какие ты делаешь обычно, например, шалтай-болтай, например, хлёст руками по спине, хлёст, или, например, лыжника, или, например, плавательные движения, или, например, скакать на коне, трястись, или, например, сканирование от головы до пяток, или, например, любое другое действие, которое ты в жизни совершал, обучаясь по методу ключ, волейбольные движения, теннисные движения, любые движения, которые тебе были приятны, таким образом, повторяю технически, в момент, когда тебе страшно, сразу вспомни, нерешаемые тобой задачи, которые тебя волновали, и которые ты бы хотела решить, вспомни их, пожалуйста, запиши сейчас, запечатлей у себя в памяти на случай будущих страшных ситуаций, запечатлей сейчас, вот именно сейчас, в этот момент, удобный для тебя, когда ты смотришь меня, и запоминай, что надо делать, я тебе сейчас еще раз объясню, как надо выходить из страха, забирай оттуда эту энергию страха, мощнейшую, для того, чтобы решить твои нерешенные задачи, чтобы это твое будущее улучшило, потому что все, что нас не разрушает, нас укрепляет, вот чтобы страх служил тебе помощником в жизни, как стресс-трамплин для решения нерешаемых задач, и достижения мечтаний, как я сказал, сейчас, запоминай, вспомни, какие у тебя есть вопросы в жизни, которые ты бы хотел быстрее решить, один вопрос, второй вопрос, вспомни, вспомни, какие вопросы, чтобы потом, когда возникнет страх по какой-то ситуации, ты сразу эти вопросы вспомнила, и эту всю энергию напряжения, она трансформируется на решение этих вопросов, чтобы потом, после того, как событие кончилось, ты стал эти вопросы лучше достигать, решать, и мечты быстрее достигать. Понятно? Последний раз сейчас повторяю, когда тебе страшно, сразу вспомни общечеловеческие ценности, сразу вспомни те приемы, которые ты делала, ключа, и сразу вспомни те вопросы, которые тебе хотелось бы решить. И эта энергия, мощнейшая энергия стресса, страха, паники, беспокойства, вся эта мощнейшая энергия, это же мобилизация, она нужна для решения тех вопросов, и когда ты их будешь решать, эта энергия поможет тебе первым твоим помощником. И так, понятно? Поэтому страх – это хорошо, когда знаешь, как этим воспользоваться. Это сделает тебя крепче, это сделает тебя здоровее, это сделает тебя потом счастливее, это сделает тебя такой легкой, свободной. Ты будешь потом радоваться, как ты смогла, как ты смогла это сделать, и ты скажешь, мы это можем. До встречи, друзья!